Всем привет! С вами, как всегда, обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Вот именно, поехали! Сегодня у нас аркадная игрулина «Гонка в стиле раннера». Или, если быть совсем точным, гоночная аркада в жанре раннера. Называется она «Red Line Rush», а разработал её… нет, наконец-то не геймлофт. Прямоприятное разнообразие. Разработчик студия Крэскет Мун Геймс. Недавно у нас уже был типичный представитель жанра бесконечного раннера – игра «Гадкий я, миньон раш». И сегодняшний пациент – это что-то в том же духе. Опять же, игра не пытается претендовать ни на что, кроме звания таймкиллера. И в качестве таймкиллера она просто идеальна. Вообще, хороший раннер – это, по-моему, лучший способ провести свободное время. Некоторые, наверное, скажут, что лучший способ – это секс, но кому нужен секс, когда есть раннеры? Сюжета как такового в игре нет, да он там и не нужен. Ты просто играешь за какого-то стритрейсера, который почему-то уезжает от преследующих его копов. Это всё, что тебе надо знать о предыстории и мотивах происходящего. Давай по старой доброй традиции начнём детальное рассмотрение с самого начала игры, то есть с меню. Меню с интерактивным фоном – это не просто интересно. Это ещё один повод позалипать, возя пальцем по экрану и вертя машинку. Ну а кроме залипания, можно ещё до старта заценить достоинства графики в игре. И да, графика весьма сочная, яркая и прорисовка радует. Можно открывать и покупать машины. Изначально у нас открыто всего две тачки, а денег и вовсе хватает только на одну. Так что придётся выбирать. Автопарк довольно велик. Хотя машины не лицензированы, то есть не имеют 100% сходства с реально существующими марками, но всё же узнаваемы. Каждая машина даёт какие-то определённые бонусы. Например, моя первая тачка давала плюс 5% к общему счёту. Ладно, авто мы выбрали. Что же с ним ещё можно делать? Можно клеить на него виниловые наклейки и перекрашивать. Притом наклейки не только меняют внешний вид, но и также дают бонусы. Как и положено в любой гонке, перед стартом нам показывают карту города с нанесёнными на неё трассами. Всего в игре три трассы, а изначально доступна и вовсе одна. Остальные разблокируются за внутриигровую валюту. Зарабатывается эта самая валюта довольно просто, и покатавшись несколько дней, ты сможешь накопить и открыть следующую локацию. Но геймплейный процесс представляет собой классический бесконечный ранер. Нам доступны два направления, это поворот влево и поворот вправо. Управление происходит нажатием на расположенные по бокам экрана кнопки. В настройках кнопки можно отключить, чтобы не загораживали обзор, и тогда поворачивать будем просто тапая по нужной стороне экрана. Наша цель – собирать монеты и время от времени встречающиеся бонусы, такие как защита машины или нитро. И, конечно же, стараться ни во что не врезаться. Со временем сложность препятствий и скорость машины растет, и надо продержаться как можно дольше. Ну а еще можно таранить другие машины в бок, тогда они отлетают куда-то за экран, а мы получаем небольшое вознаграждение. Ну и еще, как и во всяком бесконечном раннере, сюжеты миссии нам заменяют ачивки. Тут я подробно объяснять не буду, все и так знают, что это такое. Итог – игра проста как лапоть. Ни в управлении, ни в сюжете нет ничего замысловатого. И это хорошо. В игре просто нет абсолютно ничего, что могло бы не понравиться. Я даже минусов не нашел. Так что качаем, ставим и ездим, когда нечем заняться. На сегодня это все. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok